Когда придет то время, вспомнили, что я сказал вам об этом. И так изгонят вас из синагог, даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу. Мы с вами первый раз встречаемся с апостолом Павлом, когда Денис Стефана побивает камнями. Он стоит, как бы, в отдалении от того, что происходит. Там написано, что он стоял и наблюдал за одеждами тех людей, которые побивали Стефана камнями. Стефана не могли одолеть словами и дискуссией, потому что Бог дал ему мудрость. И он говорил такое слово, что не могли воспрепятствовать ему. И это завершилось тем, что просто побили его камнями, а он закончил прыща, правильно, да? И перешел на небеса. И Иисус встал его. Запомните, Иисус сейчас сидит на троне. Аминь. Но когда он посмотрел, Стефан посмотрел на небеса, он видел Иисуса каким? Стоящим. Что это означает? И Иисус встал, чтобы принять своего святого, который завершает путь и сделал все, что нужно было сделать. Итак, Саввел стоит за этим действием. И потом мы с вами видим, ну давайте послание к Галатам и посмотрим, что он сам пишет о себе. Первая глава, тринадцатый стих. «Вы слышали о моем прежнем образе жизни в Иудействе?» Слышали? Слышали. «Что я жестоко гнал церковь Божию и опустошал ее, и преуспевал в Иудействе более многих сверстников вроде моем, будучи, я подчеркиваю, неумеренным ревнителем отеческих моих преданий». Я подчеркиваю, ревнителем чего? Слово Божьего? Нет, да, отеческих моих преданий. Я был лучше всех в моем классе, я был лучше всех, и я был ревнителем отеческих моих преданий. Иисус четко и ясно сказал, что вы заменяете заповедь Божью человеческим постановлением. Так делать, что нельзя. Мы с вами видим апостола Павла, и он говорит о себе, вспоминая, «Вы слышали о моем жизни, о моей жизни в Иудействе, и что я преуспевал более сверстников вроде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий. Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей, а преуспевал в Иудействе, как вы, что вы думаете? Какая у вас картина возникает? Кстати, кто может, у вас как воображение работает? Я имею в виду, вы можете воображать вещи? Представлять. Кто-то очень сильно может представлять вещи с раскрасыванием и так далее. Итак, представьте себе апостола Павла, и он что? Он преуспевал в Иудействе. Что это такое? Преуспевал в Иудействе. Преуспевал в Иудействе. Преуспевал в законе, да, он был фарисеем. Значит, и преуспевал в постановлении отцов, в заповедях отцов. И он был тем человеком, слушайте внимательно, который абсолютно был уверен, что он идет правильной дорогой. Аминь. Абсолютно. У него даже тени не было, сомнений, что он куда-то не туда заходит. Он шел против верующих в Иисуса Христа абсолютно убежденным, ревнителем и жестоко гнал церковь, как и Иисус говорил, правильно, да? Что наступит то время, когда всякий, убивающий вас, тем будет думать, что он служит Богу. Итак, Павел на всех парах... Ой, извините, Саввел на всех парах идет против верующих в Иисуса Христа. Откроем с вами девятую главу книги «Деяния апостолов». Саввел же, еще дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к предсвященнику и выпросил у него письма в Дамаск, к синагогам, чтобы кого найдет последующих этому учению, какому учению? Иисуса, верующих в Иисуса. И мужчин, и женщин, связав, приводить в Иерусалим. Когда же он шел и приближался к Дамаску, вы услышали, да, что он был абсолютно уверен, что идет правильной дорогой? Итак, для него встреча с Иисусом была просто шоком. Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему, «Саввел, Саввел, что ты гонишь меня?» Он сказал, «Кто ты, Господи?» Господь же сказал, «Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против вражна». Он в трепете и ужасе сказал, «Господи, что повелишь мне делать?» И Господь сказал ему, «Встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надо б наделать». Люди же, слышавшие с ним, стояли в оцепенении, слыша голос и никого не видя. Саввел встал с земли и с открытыми глазами никого не видел. И повели его за руку и привели в Дамаск, и три дня он не видел и не ел и не пил. Итак, Саввел встретился с Иисусом. И Иисус стал ему на пути. Благодать стала у него на пути. Аминь. Благодать стала у него на пути. Истина встретилась с ним на пути. И Иисус сказал, «Ты неправильным путем идешь, ты идешь против меня. Ты думаешь, что ты за меня, но на самом деле я представляю, какой ужас его охватил». Что, представьте человека, который полностью уверен, что он делает правильные вещи. Кстати, одно из слов, которым Иисус характеризует последние времена, когда он разговаривает с учениками, он говорит, «Берегитесь, чтобы кто не что не прельстил вас». И слово «прельстил» означает абсолютная уверенность в неверном. Представляете? Абсолютную уверенность в том, что неправильно. Итак, вы знаете историю, что пришел Анания, отложил на него руки. После того, как он разговаривал с Господом, я объяснял ему, что Саввел не тот человек, который нам нужен. Помните, да, этот разговор? Давайте почитаем. Почитаем сегодня. Да, давайте почитаем. Итак, в Дамаске был один ученик именем Анания, и Господь в видении сказал ему, Анания, он сказал, «Я, Господи!» Он еще не знает, куда его сейчас пошлет. Господь же сказал ему, «Встань и пойди на улицу», так называемую прямую, кстати, прямая сейчас до сих пор там в Дамаске, «И спроси в Иудином доме Торсянина по именем Саввла, он теперь молится. И видел в видении мужа именем Ананию, пришедшего к нему и возложив на него руку, чтобы он прозрел». Анания отвечала, «Господи!» Я слышал от многих об этом человеке, «Сколько зла сделал он святым Твоим в Иерусалиме, и здесь имеет от персвященников власть вязать всех призывающих имя Твое. Но Господь сказал ему, «Иди, ибо он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя Мое перед народами и царями и сынами израилевыми, и я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя Мое». Мне нравится, знаете, что здесь? Господь начинает разговор и уже говорит Ананию, «Он уже видел, что ты к нему пришел». Вы заметили это, да? Это означает все вот эти вот «да не, да что ты, да не, да ты его не знаешь», и так далее. «Он уже видел, что ты к нему пришел». Это как, знаете, Суворов, вернее, Кутузов идет на приступ города, и ожесточенное сражение, и он отступает. И он докладывает Суворову и говорит, «Не можем взять город, отступаем». Он говорит, «Извини, я уже доложил о взятии города император или кто так, а, да, императрица». И тогда он еще пошел раз на штурм этого города и был взят этот город. Итак, Господь говорит, «Я уже сказал ему, что ты придешь, не бойся, это мой человек». Итак, он приходит, возлагает руки на Савла и говорит, «Брат Савл, прозрей». Прозрел? Прозрел. Что он стал сделать сразу же? Да, да. Что он сказал? А? Покушал? А-а-а. Здесь написано, что он стал с дерзновением проповедовать Христа. Где? В Дамаске. Сначала за ним наблюдали и думали, «Ой, какой молодец! Решил что? Внедриться». Правильно, Саша? Внедриться решил. И они смотрели и думали, что у Савла есть план по внедрению и по подрыву всей сети, ну, шучу, значит, всех церквей в Иудее. А потом они смотрели на него, а он по-серьезному выступает за Иисуса Христа, за то, что он пришел. И это новый завет, который он заключил со своим народом. Что решили с ним делать? Правильно, решили его убить. Итак, он спускает его в корзине со стены Дамаска, и он идет, куда идет? Я вам помогу. Он идет в Иерусалим. И в Иерусалиме происходило нечто особенное. Давайте в послание Галатам перейдем. Итак, 15 стих здесь говорится. «Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью Своею, благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам, я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью». Как вы понимаете? Советоваться с плотью и кровью. С людьми все правильно, очень хорошо, с людьми. Значит, я не стал советоваться, я потому что Бог пришел и посетил меня. И не пошел в Иерусалим, предшествовавшим мне апостолам, а пошел в Аравию и опять возвратился в Дамаск. Но до того, как он шел в Аравию, он приехал в Иерусалим. И там он хочет пристать к ученикам, но они его боятся, потому что связь-то еще не очень была, они еще не знали, что он тот, верующий в Иисуса Христа. Аминь. И он хочет к ним пристать и вступает опять в дебаты с иудеями, и те злоумышляют против него. И слушайте, в Иерусалиме происходит удивительное событие, о котором он описывает, апостол Павел, в книге «Деяния апостолов» в 22 главе. Книга «Деяния апостолов», 22 глава. Смотрите. Почему он ушел из Иерусалима? Это многое объясняет. Итак, 22 глава. Он здесь рассказывает иудеям его встречу с Иисусом Христом. 17 стих. «Когда же я возвратился в Иерусалим и молился в храме, пришел я в иступление и увидел его, кого? Иисуса. И он сказал мне, поспеши и выйди скорее из Иерусалима, потому что здесь не примут твоего свидетельства о мне». Что он до этого делал? Он в Иерусалиме благовествовал Иисуса Христа и вступал в столкновение с еленистами, доказывая, что Иисус есть Христос. А те, как те в Дамаске, что с ним решили сделать? И эти решили его убить. Правильно, да? И здесь Господь встречает его в храме и стоит перед Павлом и говорит, выходи из Иерусалима, потому что здесь не примут твоего свидетельства. Я сказал, Господи, им известно, что я верующих в Тебя заключал в темнице и бил в синагогах. «И когда проливалась кровь Стефана, свидетеля твоего, я там стоял, одобрял убиение его истерег одежды побивающих сего». Видите, у вас картина перед глазами? Вот какой был человек. И здесь Господь с ним работает, с этим законником, ревнителем отеческих установлений, который преуспевал в иудействии, он с ним работает. Вы знаете, когда Павел в послании к Галатам говорит, что я удивляюсь, как вы от призвавшего вас благодатью перешли к другому, перешли к закону. Я удивляюсь. Давайте дальше прочтем. Итак, 21 стих. «И он сказал мне, иди, я пошлю тебя далеко к язычникам». Куда? К народам. Апостола Павла. И он ушел. Он ушел в Аравию. И проводил там достаточно много времени. И, скорее всего, Иисус, являясь ему лично, обучал его. Обучал его Евангелию благодати. Ни один из апостолов не обучал его. Никто из людей из плоти и крови не обучал его. Сам Иисус обучал апостола Павла. Наставлял его. Я не знаю, когда Бог послал ему жалово плоти, как, опять-таки, Денис сегодня сказал. Я не знаю, когда это произошло. Или это произошло после того, как стал он служителем, или когда. Но факт тот, что оно было у него. И когда Иисус обучал апостола Павла, то он полностью менял свой взгляд на духовные вещи. Он стал слышать те вещи, которые он раньше не слышал. И поэтому он говорит, что Евангелие, которое я принял, нечеловеческое. Оно не придет в голову человеку никогда. Аминь. Оно не придет в голову человека. Потому что человек заточен на дела. Но вот что ни говорите мне, он заточен на дела. Его совесть постоянно болтает его в сторону, в одну сторону или в другую сторону. Но Павел говорит, что я услышал Евангелие и научился лично от Иисуса Христа. И это Евангелие нечеловеческое. И моя задача – сохранить его в неприкосновенности. Потому что если руки человеческие дотянутся до Евангелия, это уже не будет Евангелие. Аминь. Это уже не будет тем посланием, которое Бог посылает людям. «Благодать на благодать. Спасение. Мое сердце. Последние будут какими? Первыми. А первые будут последними. Те, которые работают весь день, получат динарии. А которые работают один час, пришли кофе, попили, что? И они получат динарии. Иудеи получат спасение. Точно такое же, как и язычники. Иудеи парились, трудились со своей жизнью, чтобы что-то из себя произвести. А язычники только пришли и – опа! Благодать. Запомнили? Нечеловеческие мысли. И Евангелие нечеловеческое. Поэтому Евангелие должно оставаться неприкосновенным. Аллилуйя! И мы сейчас почитаем некоторые стихи о том, как апостол Павел, как лев. Ой, как я люблю апостола Павла. Я бы, ну, я при встрече его... О-о-о-о! Апостол Павел, как ты, как ты, что произошло в твоей жизни, чтобы абсолютно повернуть тебя на 180 градусов, и куда ты шел, и повернуть тебя в направлении благодати, и чтобы ты стал тем человеком, который борется, и который проповедует, и который хранит в неприкосновенности Евангелие благодати. Аллилуйя! Спасибо, Господь! Послание к Галатам. Итак, после Аравии, 18 стих. «Потом, спустя три года, ходил я в Иерусалим видеться с Петром, и пробыл у него дней пятнадцать. Другого же из апостолов я не видел никого, кроме Иакова, брата Господня. А в том, что пишу вам перед Богом Нилго. После этого отошел я в страны Сирии и Киликия. Страны Сирии и Киликии – это Тарс. Тарс был столицей или основным городом Киликии, или Киликии, как угодно. Итак, он отошел в Тарс и провел там достаточно много времени. Дальше. Церквям Христовым в Иудее лично я не был известен, «А только слышали они, что гнавший их некогда, ныне благовествует веру, которую прежде истреблял, и прославляли за меня Бога». Потом в Тарс приходит Варнава и берет Савла и ведет его куда? В Антиохию какую? Сирийскую. И ведет его в ту церковь, в которую Варнава, придя, что он там увидел? Он увидел там благодать. В Иерусалиме не было уже благодати. Там уже наступал закон. Несмотря на то, что в 15 главе уже прошел этот церковный собор, где четко и ясно утвердили, что что? Что благодатью мы спасаемся, как и язычники, все, и получаем Духа Святого. И Варнава идет в Антиохию, и он видит благодать Божию и говорит, вот это, не, это я говорю за него, вот это, и он убеждает держаться благодати всем сердцем. Почему? Потому что это уже редкостью становится в Иерусалиме. Там уже напирает закон. Там уже все идет к тому, чтобы эта церковь, она просто перестала существовать. И Саввел приходит, приводит его в Варнава, и Саввел видит благодать. Знаете, что я думаю? Я думаю, что после обучения от Иисуса Христа он рад был прийти в церковь, где есть благодать. Аминь. Я рад был прийти в церковь, где услышал слово благодати, где услышал слово вечной защищенности. То оттуда начались миссии апостола Павла уже. Вторая глава. Потом, через 14 лет, это уже, когда уже миссии прошли, некоторые, опять ходил я в Иерусалим, сварнаваю, взяв с собой Тита. Ходил же по откровению и предложил там особо знаменитейшим. Я подчеркиваю это название. Вы знаете, кто такие? Особо знаменитейшим. Как вам такое обращение? Сейчас мы прочитаем, кто же это такие? Особо знаменитейшие. Особо знаменитейшим благовествование, проповедуемое мною язычникам. Не напрасно ли я под... Но они и Тита, бывшего со мною, хотя и Елина, не принуждали обрезываться. Слушайте внимательно. А вкравшимся лжебратьям, скрытно приходившим подсмотреть за нашу свободу, которую мы имели во Христе Иисусе, чтобы поработить нас... Как вам эти слова? Куда пришли? К своим пришли. К своим пришли. Пришли к тем, которые что? Вкравшимся лжебратьям, которые увидели свободу нашу во Христе. Какую свободу? Духовную свободу. Свободу поклонения жизни в духе. Свободу от всех этих, как Павел их называет, сейчас я скажу, он их называет, вещественные начала этого мира. Они увидели эту свободу, радость, братолюбие, а что нет разделения между язычниками и иудеями. Они пришли подсмотреть, и не только подсмотрели, но что? Хотели вернуть свое слово, и слово законника. Я не слишком эмоциональный? Смотрите что. Мы ни на час не уступили и не покорились. Давайте поаплодируем. Аллилуйя, Господи. Аллилуйя. Вот так нужно действовать. Тем, которые хотят поработить нас. Опять затащить в закон. Чтобы мы поприще свое как шли? В шубах где-то там с рюкзаками, с этими всякими там шапками, с шарфами. Нет. Мы ни на час, ни на минуту не уступили и не покорились. Для чего? Дабы истина благовествования сохранилась у кого? У нас с вами, братья и сестры, в Москве в 2024 году. Разве не так? Разве не так? Мы не уступили. Да, пастор, но у вас мало будет церковь приходить людей. Ну и ладно. Я иногда задаю вопрос. А где 900 еще человек? На собрании. Где они вообще ходят? Аминь. Потому что благодать не манипулирует. Благодать не ищет своего. Благодать дает человеку выбор. Предлагает духовное. И всячески отвергает плотские заманухи. Аминь. Всячески отвергает плотские заманухи. Которые способствуют наполнению церквей. Вы знаете, я пастор церкви. И я знаю, что это такое. И я знаю, что можно использовать определенные вещи для того, чтобы больше людей приходило в церковь. Но Господь сказал, ты не имеешь права это делать. Слышали меня? Не имеешь права это делать. Не имеешь права манипулировать законом. Не имеешь права вводить людей в чувство вины. Ты не имеешь права скрывать от них истинность спасения и вечную защищенность. Чтобы как-то вот этим манипулировать. Проповедуй Евангелие. И пусть те, которые желают, и они придут. Это будет не много людей, но они придут. И это будут те люди, которые скажут, Господи, спасибо Тебе за то, что мы услышали и живем в Евангелии благодати, которая не изменилась со времен апостола Павла. Оно менялось? Менялось. Еще как менялось. В Галатии. В Галатии, он говорит, я удивляюсь, как вы, приняв слово благодати, перешли к другому благовестию. Я в шоке. Я жил в этом иудействе. И я думал, что я иду правильным путем, но оказалось, что совсем неправильным путем. Потому что Иисус встал у меня на пути. И слава Богу, что Он встал у меня на пути. Потому что Он избрал меня от чрева Матери, чтобы поставить меня благовестником Евангелия благодати. И никто не сможет сбить меня с этого пути и с этой проповеди. Потому что Евангелие Иисуса Христа, оно сила Божья ко спасению для всякого, кто поверит. Во-первых, Иудею, во-вторых, Елену. Аминь. Ну, еще немного. Мы ни на час не уступили и не покорились, дабы истина благовествования сохранялась у вас. Спасибо, Иисус. Шестой стих. «И в знаменитых чем-либо». Вот Павел дает. «И в знаменитых чем-либо, какими бы ни были они когда-либо, для меня нет ничего особенного. Бог не взирает на лицо человека. И знаменитые, как он их называет. И знаменитые не возложили на меня ничего более. Напротив того, увидев, что мне вверено благовестие для необрезанных, как Петру для обрезанных». Вы знаете, кого он называет знаменитыми? Знаете, кого? Петра, Иакова и Иоанна. Представляете? Он их так называет. И он говорит, знаете что, ребята? Ничего особенного в вас нет. Как бы вы не были знамениты. Как вы думаете, это пренебрежительное отношение к апостолам или это понимание того, что Бог делает через своих людей и что это Он делает через своих людей? Как вы думаете? Ну, это что? И то, и другое, да? Это Бог делает. Аминь. Пастор Шаллер говорит в отношении пастора Шебели. Он ничего не сделал в Африке. Кто слышал эту фразу? Да, Саш, слышал? Вы видели пастора Шебели? Он ничего не сделал в Африке. Как ничего? Там более 170 церквей. Ну, а потом идет что? Бог сделал все. Дальше читаем. «Напротив того, увидев, что мне вверено благовестие для необрезанных, как Петру для обрезанных, ибо содействовавших Петру в апостольстве его обрезанных, содействовал и мне, у язычников. И, узнав о благодати, данной мне Иаков и Кифа». Кифа – это Петр. «Иаков, Кифа и Иоанн, почитаемые столпами, подали мне и Варнаву руку общения, чтобы нам идти к язычникам, а им – к обрезанным». Что произошло? Вот вам рука общения. Аминь. Я думаю, что этот визит был очень хороший. Знаете, почему? Потому что там было братолюбие, там была любовь, там не были выдвинуты регалии и ордена, там был Христос. И когда это было собрание, то тогда апостолы договорились и сказали, вот что мы сделаем. Вы идите к язычникам, и то Евангелие, которое вы проповедуете, оно действительно такое, какое должно быть. И вот вам наша правая рука общения. Держите. Мы с вами. Мы – тело Христа. Подали мне в Ордаву руку общения, чтобы нам идти к язычникам, а им – к обрезанным. Пошел к язычникам апостол Павел? Пошел. Пришел в Галатию? Пришел. Насадил церкви? Насадил. Но потом слышит, что Галатый, что? Начинает отходить в сторону. И он воспламеняется в своем послании. Эти факты мы должны знать с вами до того, как приступим к удивительным мыслям послания Галатам. Мы должны с вами знать, кто написал это послание. Аминь. И почему оно было написано? И Евангелие благодати дошло до нашего времени. Вы знаете, что пастора Стивенса… Кто вообще знает пастора Стивенса? Да, вы знаете? Для меня это просто загадка. Сначала. А теперь я понимаю. Его служение, наше служение Грейта Грейси и проповедь, которую он проповедовал, очень не любили в христианском мире Соединенных Штатов Америки. Вы со мной очень не любили. И можно было сказать… Ребята, а в чем дело? Почему? Почему? Пастор Владислав находится на миссии в Ашхабаде. И там миссионеры из Америки. И как-то они познакомились. Галина Петровна, пастор Владислав Галина Петровна познакомились с этими миссионерами в Америке. А у них не было церкви, куда ходить. И потом они познакомились, и там уже у пастора Владислава люди были, и церковь шла. И они говорят, мы к вам будем ходить. Ваше служение нам по сердцу. И вы знаете, потом они в письме новостей пишут свою церковь туда, в Соединенных Штатах. Говорят, вот у нас здесь церковь, мы нашли хорошее общение, и хотим туда ходить. Они спрашивают, а что это за служение? Они говорят, Грейт, и в ответ, не ходите туда. Не ходите туда. Они говорят, да вы что? Да вы что? Знаете, что они сделали? Они все равно туда пошли. И дружба у пастора Владислава с этой парой завязалась удивительная. Аллилуйя! Знайте, Евангелие благодати должно остаться неприкосновенным. Аминь. И тогда оно будет действовать. А если есть оппозиция, ничего страшного. Знайте, что вы на правильном пути. Аминь. Знайте. Не отдавайте никому Евангелие благодати и учение благодати. А если кто-то приходит скрытно посмотреть за вами, чтобы поработить нас, вы знаете, что отвечать. Не уступайте ни на час, ни на минуту. Почему? Потому что это закваска, которая может заквасить все тесто. И апостол Павел пишет послание к балатам. И он там не скупится на выражение, потому что дело серьезное. Аминь. А мы с вами понимаем и говорим, аминь, Господи. Спасибо тебе за Евангелие благодати, учение благодати. Иисус говорит в 39-м псалме. Я не скрывал праведности твоей в собрании великом. Я не скрывал милости твоей и спасения твоего. Я не утаивал в сердце истины твоей перед собранием великом. Все выложил, как должно. Аминь. Потому что вы не рабы мои. А кто? А друзья мои. Я сказал, что слышал от отца. И я сказал все так, как он мне сказал. А теперь вы идете и говорите именно так, как я вам сказал. И вы не имеете права изменять послание. Аллилуйя. А мы говорим, спасибо, Господь. Нам нужно такое слово. Потому что это слово особенное. И назидательное, и ободряющее. Аминь. Благословит вас Господь. Отец наш Небесный. Ой, Господи, спасибо Тебе за все. Благодарим Тебя за мысли Твои. Благодарим Тебя за удивительный пример Твоего апостола. Как Ты, Господи, встретил его по дороге. Как Ты развернул его. Спас его. Обучил его. Послал его. И он пошел, невзирая на лица. Благодарим Тебя, Иисус. За всех братьев и сестер наших, которые через всю историю церкви пронесли Евангелие о благодати в чистоте. Спасибо Тебе за все. Слава Тебе, Иисус. Верую спасены. Вы Иисуса Христа. Слава Тебе. Мы молимся, Господи, чтобы эти мысли ободрили нас. Чтобы мы не смотрели на плоть. Чтобы мы не смотрели плотскими глазами. Проходили свое поприще, взирая на Тебя, Иисус. И Ты совершишь. Слава Тебе. Если вы не знаете Иисуса Христа, как своего Спасителя, примите Его. Вот оно, Евангелие о благодати. Бог говорит, все согрешили и лишены славы Божьей. Но я отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб. Но имел жизнь вечную. Примите Иисуса. Поверьте в Него. Он даст вам жизнь вечную. Простит вам все грехи. Развозродит вас свыше. И вы станете Его навсегда. И в Его Царстве. Скажите Иисусу Христу. Господи Иисус, я верю в Тебя. Спаси меня. Верю в Твою любовь ко мне. Войди, мое сердце. Блеслови меня. Хочу быть с Тобой в Твоем Царстве. И во имя Твое, мой Бог и Спаситель, Иисус Христос, Я молюсь и прошу. Аминь. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.